Сотня юных бойцов Светку в поля поскакала Они ехали долго в ночной тишине По широкой украинской степи Вдруг вдали у реки засверкали штыки Это белогвардейские цепи Я начал вообще с маленького возраста И мне было 5 лет, я вырезал и лепил Настолько мелко, что родители сразу же были убеждены в том, что меня не надо переучивать И левой рукой я все вырезал А уже в 13 лет я пошел в художественную школу Потом художественное училище Первый курс, поступление, все это Потом началась эмиграция Это продолжение художественного училища Институт И здесь уже мастерс Программа То есть ты вообще фактически сделал В смысле образования максимум того, что можно сделать в арте? Не совсем Еще есть докторат А, ты еще можешь учиться? Я могу подавать И если меня примут в университет, то я могу защитить докторскую диссертацию То есть у тебя еще впереди можно учиться и учиться? Да Это я уже и сам учу Я начал преподавать в своей студии с 2004 года Я работаю с всеми возрастами, с учениками всех возрастов В основном, конечно, я работаю со старшими детьми и взрослыми Начиная с 12 лет А я готовлю студентов на поступления Для поступления в колледжи В школы с художественным уклоном Такие как Клод Уатсон Этобика Скул Оварт Также колледжи Шеридан колледж Антерио колледж Оварт и дизайн Хотя они являются университетами Потому что там есть степень бакалавра Это четырехгодичная программа Потом Хамбур колледж, Джордж Браун колледж, Сенека колледж Все колледжи Северной Америки Мои студенты имеют гарантированно высокий шанс поступления 100% шанс поступления Также университеты Йорк, УФТ, Райерсон, Гуэлф Все художественные программы Архитектурная программа Анимейшн, Дизайн Изобразительное искусство Многих учеников Работы Многих учеников Снимали и ставили Как модель Портфолио для поступления Это было интересно И я смеялся по этому поводу Это прикол Во О, кстати Я могу показать нечто Чего еще не видели люди Это лаборатория краски Это абстрактная заготовка Для новых пейзажей Которые я делаю в данный момент Эту серию я делаю Здесь используется Абстрактный подход И разливание краски Краски, которые используются Для покраски домов Для экстерьеров Или интерьеров Также используется Индустриальная смола Но в начале Это было мной увидено На палитрах На каплях краски Которые стекали С кисточки Или Или просто с банок И я Потом начал отрывать Краску От палитр И это то, что Мы можем увидеть В работах Абстрактных художников Особенно абстрактных Экспрессионистов Джаксон Поллок Который поливает Краску на холст Вот это вот Моя версия И это то, что я начал Находить Это Это Кусок краски Снятый с палитры И потом он скручен В Конус В стаканчик для мороженого Закреплен булавкой И потом сверху Скорее всего Будет добавляться Белая краска И Это Я поедающий Краску Из краски Из стаканчика краски Это Куски клея Лака Склеенные вместе Все Все Различные Обрезки Краски И они Становятся Довольно Живописными И они Потом Видны На моих Картинах Субтитры 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 Субтитры